всем привет сегодня 4 ноября хочу показать какие цыплята уже выросли совсем не цыплята петушков уже режем такие живут здесь загородки из которой благополучно вылазят и все выгребают на огороде разгребают выклевывают вредители еще те это карликовый ской один из них где-то еще курочка белая тоже карликовая наверху петух сидит черный на шифере это самый большой самый противный такие чубатики галашейки уже вечер все пришли поели сидят скоро будут заходить спать красавец галашей бежит загоняют друг друга петухи пойдем дальше сегодня очень классная погода безветвенная теплая я обрезаю виноград тоже почти листья здесь немного повыше где теплее еще есть зеленые листья а здесь уже все морозом прихватила лист осыпался обрезаю виноград в этом году немного по-другому обрезаю такая красивая кстати ежевика очень красивый лист такой нарядный прелесть когда осенью не холодно и не дождливо очень хорошо люблю такую погоду здесь два кустах ржавника надо переследить почему-то пропали здесь вот обрезка здесь школка которую же в принципе выкопали там чуть-чуть осталось очень хорошая шкурка виноградная получилась уже два ряда обрезала эти начала ряд обрезать хочу показать клубнику кабрила которая высаживала весной рассады фрига вот мы ее рассадили когда летом я ее брызгала последний раз после того как пропало сколько кустов там уже не помню 11 или 12 оставалось из 20 то 8 пропала на и вот из тех 11 мы рассадили вот здесь вот получается три ряда один не полный то что бочки здесь вот мешают капельный полив получилось 80 кустиков и вот здесь еще не рассажено а это приходится цеплят вот так вот все накрывать сетками ну что ужас от них столько вреда все по разгребали по выгребали ничего не польешь иначе моментально все выгребается кстати ежевика нормально за лето как бы подросла молоденькие кустики которые осенью садили в прошлом году а вот со смородиной конечно беда получилась мама только два куста осталось смородины крыжовник еще так ничего вроде смородина пропала короче видать жара такая не подходит надо было притенять или вообще первый год срезать все ветки ничего не оставлять хотя там плодов практически не было по две-три веточки на кусту и садилась же закрытой корневой системы поэтому я решила оставить на плодоношение а не надо было надо лучше укоренилась и не пропала все теперь то что есть то и наше вот так вот сейчас выглядит огород что-то на балке не пойму или фазан то ли петух там далеке мне еще в объектив пылинка попала поэтому вот это темное пятно это пылинка никакая не вытащил вот огород уже убран здесь был укроп который благополучно съели куры остатки он кое-где зеленеет короче не столько вреда наделали в этом году что уже никто им не рад один цыплятам сидят гаврики на крыше свои загородки короче они нам в этом году пол сарая съели вот сарай у нас тут отклеенный пенопластом был вот они его подходят и вот так клюют уже пообвешивали позакрывали и не полезно это придется в следующем году переделывать вот такие они вредители голодные ну короче вот это весь сарай обклевали все повыгребали все по это ну короче надо или растениями заниматься или цыплятами как-то так в этом году получилось ну на этом все на такой красивой вежевики я заканчиваю 4 ноября 2018 года все время не забывайте остаться ну